Всем привет! В этом видео поговорим о том, как организовать бизнес на косметологии. Если вы продвинутый косметолог, то есть человек, который не только думает о том, как хорошо выполнить свою работу, то есть косметологическую услугу, но еще и человек предприимчивый, способный организовывать, человек, любящий деньги, то есть что-то, что не ограничивается рамками косметологического кабинета, где вы проводите процедуры. А если у вас есть потребность в большем, то есть расширить границы, да, и организовать бизнес на этом, и вы, например, еще не знаете, как с чего начать, то в этом видео поговорим о том, как можно расширять свои границы именно в сфере косметологии, как организовать бизнес. То есть не просто работать косметологом, а вести дела, которые будут вам увеличивать ваши цели. Итак, самое главное, что вы должны понять, что если речь идет о бизнесе, то речь идет о процессах, то есть бизнес-процессы вам нужно наладить, организовать, наладить работу таким образом, чтобы множество процессов могли протекать без вас. То есть большинство своих обязанностей распределить между разными людьми и делегировать обязанности. Ну, например, в сфере косметологии как это может отражаться, да? Если вы работаете мастером, косметологом, и хотите вести бизнес, то рано или поздно вам придется встать перед выбором. Либо вы работаете косметологом, либо вы становитесь бизнесменом, бизнес-вумом, потому что и то, и то делать невозможно. Возможно, но это будет неэффективно как и в первом случае, так и во втором случае. То есть за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Все знают эту пословицу, поговорку. И нужно будет определиться, да, рано или поздно вы туда или вы туда. Потому что многие женщины, например, кто работает в косметологии, они идут именно в эту бьюти-сферу, в красоту, в общение с клиентами, в общение с женщинами, в разговоры про вот эти вот фишки, про новшества в косметологии. То есть это все такое некое наполнение, как хобби заполняет жизнь. Женщины, девушки, она становится счастливой. Поэтому, если вам нравится в этом всем, то бизнес это про другое. И если вы получаете удовольствие от контакта с пациентами вашими, да, то я бы вам советовала там и оставаться. Ну, если вам мало, если вы уже, может быть, пришли к тому, что вы устаете от этих клиентов, от пациентов, тогда нужно что-то делать, нужно расширять. Самое простое это открыть клинику косметологическую. Но вы должны понимать, что если вы суперспециалист и делаете свою работу шикарно, это не значит, что ваши сотрудники, которых вы наймете, будут работать точно так же. И к ним точно так же будут ходить толпы клиентов. Нет, это не будет так. Вы должны к этому отнестись спокойно. И просто потратить больше времени на поиск подбора персонала. То есть, если вы открываете косметологическую клинику, поиск подбора персонала становится на первую ступень. Да, это самое важное. Люди идут к мастерам, к профессионалам, к хорошим людям. Ну, то есть, человек идет к человеку, да. И если вы, например, возьмете специалиста с кучей дипломов, но который не умеет общаться с клиентом, да, вы потеряетесь. Если вы возьмете специалиста, который умеет общаться хорошо с клиентом, но не умеет продавать услуги, то, опять же, вы будете в минусе. Сфера довольно-таки сложная, но и прибыльная, если умеет ей пользоваться. То есть, косметологические услуги довольно-таки хорошо оплачиваются, но у них есть и себестоимость. То есть, все препараты настоящие сертифицированные, но они стоят денег. Хоть и на выходе чистая прибыль у вас тоже становится выше, да. Нужно быть готовым к тому, чтобы тратить деньги, тратить на рекламу, тратить на хорошие препараты, тратить на интерьер, тратить на работу с клиентами, чтобы на выходе получать свою прибыль. Сейчас косметология очень легко продвигается через Инстаграм. Тик-Ток не могу сказать, Ютуб тоже не могу, Фейсбук не могу, ВКонтакте. ВКонтакте ценовая категория у вашей аудитории будет самая низкая. Если у вас ценник чуть выше становится, такой средний сегмент или высокий, то ВКонтакте аудиторию вы теряете, там каких нет. Это, получается, уже не ваша цена аудитории. Поэтому остается Инстаграм. А для того, чтобы вести бизнес по косметологии и привлекать клиентов через Инстаграм, здесь, конечно, нужно давать качественный контент. Люди, они же тоже не дураки. И, заходя к вам на страничку, ваши клиенты потенциальные, они оценивают как общий вид странички, так и конкретные фотографии, конкретные работы. Поэтому очень большое внимание нужно уделять Инстаграму. Кто им хорошо занимается, тот и имеет много денег. О том, как вести свой Инстаграм, есть у меня другие видео. Об этом сейчас не будем, об этом не будем углубляться. Все-таки поговорим о бизнес-процессах, да, о бизнесе, на косметологии. Вернемся в эту колею. Итак, вот у вас есть шанс, возможность открыть клинику по косметологии. Можно взять ее в аренду. То есть, есть такие варианты, когда вы не покупаете обещение за 25-50 миллионов, да, вы берете в аренду центра красоты или клинику, да, косметологическую, и ежемесячно платите аренду. Здесь вы можете в любой момент съехать, ну, то есть все, не получилось везти, и все, закрыли, отсъехали. То есть, у вас не будет проблем с продажей помещения, с продажей оборудования, да, то есть это такой быстрый вариант, зашли-вышли. Но если у вас получается, и если ваш бизнес реально начинает работать, конечно, нужно, чтобы помещение было не арендуемым, а вашим собственным. То есть, его нужно будет покупать, покупать или переезжать в другое место, где оно будет, чтобы вы его купили. Что могу сказать, окупается этот бизнес довольно-таки непросто. Я думаю, что около 5-7 лет вы потратите, чтобы купить вложения. И это при хорошем раскладе, то есть, если у вас действительно все получится, вы будете работать, и бизнес будет приносить деньги от 5 до 7 и, может, даже до 10 лет. Поэтому думайте, стоит ли вам уходить в этот бизнес или просто остаться на этапе аренды кабинета косметологического. Ариенда кабинета косметологического для мастеров является наиболее оптимальным вариантом, потому что здесь у вас есть клиенты, вы пришли и заплатили деньги. Клиентов нету, вы не пришли и никому ничего не платили. То есть, это все легко, просто. Но это уровень мастера, уровень ремесленника. То есть, человек, который хорошо делает свою работу, кайфует от этого и получает удовольствие. Если говорить о бизнесе, то, конечно, вам нужно думать не об одной клинике, а на перспективу, что клиник станет больше. Вторая, третья, четвертая продажи по франшизам и распространению. Чтобы продавать франшизы, вам нужно иметь какой-то уникальный продукт. То есть, не просто так делать все то же самое, что и другие люди, а найти свои фишки, найти свои какие-то нюансы, которые бы привлекали в ваших партнеров, чтобы они с вами в франшизе начинали работать. Если у вас такие фишки есть, да. Еще один из вариантов, как развитие бизнеса на косметологии, это, ну, сейчас, вот, например, да, вы можете открыть школу. Школу, где у вас будут работать преподаватели, которые будут заниматься с учениками, с теми людьми, которые приезжают учиться на косметологические услуги. Чтобы открыть школу, вам нужно получить аккредитацию. Чтобы получить аккредитацию, вам нужна лицензия на медицинский кабинет, на помещение, в котором вы будете обучать, и документы, все подтверждающие образование преподавателей. Вот, когда у вас это все будет, плюс вам нужно будет прописать программу обучающую, и сдать это все организацией, которые будут вас аккредитовать. Это дополнительная пребыва. То есть, если у вас, например, один косметолог в день будет приносить вам, ну, допустим, от 10 до 20 тысяч рублей, то один день обучения будет вам приносить, ну, допустим, от 60 до 200 тысяч рублей в день. Поэтому обучение, они, как правило, не каждый день, да, а по расписанию идут, или вот, когда клиенту просится, да. Поэтому эти два направления очень легко совмещать. Работа с клиентами и обучение. Ну, и еще что можно такого из бизнес-бизнесов на косметологии, продажа онлайн обучений, это интернет-магазин медицинской одежды, медицинских изделий. То есть, вы всем этим можете дополнить свой бизнес, бизнес по косметологии, да, вот эти все нюансы, школа, магазин, сопутствующие товары продавать, вот это все может в скупе приносить довольно-таки большую прибыль. Если у вас есть вопросы, вы можете задавать их в комментариях. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь здесь на мой канал, и до новых встреч!